Типография Метелкина. Располагается в Минусинске по адресу улица Комсомольская, 9. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Это двухэтажное каменное здание было построено Александром Метелкиным в 1910 году. Минусинский мещанин рядом уже имел книжный магазин и небольшую типографию. А для расширения своего бизнеса, связанного с книгоизданием, ему потребовались большие площади, и новый дом, где разместилась также и семья оборотистого сибиряка, полностью отвечал этим требованиям. Здесь печатались различные книги, выполнялись многочисленные частные заказы. Так, справочная книжка по Минусинскому уезду, напечатанная именно в типографии Метелкина, извещала, что визитки здесь исполняются в день заказа, во всевозможных красках, тонах, а также золотом и серебром. Завидная оперативность для полиграфии – начало прошлого века. После смерти мужа его дело продолжила вдова. Она печатала многие газеты, но большого успеха не добилась, поскольку уже в период Первой мировой войны типография и книжный магазин приобрело поевое товарищество «Сотрудник», выпускавшее ежедневную городскую газету «Труд», вплоть до событий февраля 1917 года. Газеты разного толка и направления, политические и литературные, печатались типографией и при белых, и при красных. В дальнейшем здесь печатались комсомольские партийные газеты, в том числе наиболее известная «Власть труда». В этой исторической типографии после окончания семи классов начинал трудовую биографию герой Советского Союза, командир танка, младший комвзвода, участник боев на озере Хасан Григорий Корнев, который прославил Минусинск своей самоотверженностью в сражении с самураями. В память о героическом земляке потомки установили на фасаде типографии мемориальную доску. Кстати, герой Советского Союза Виктор Москвин после окончания Великой Отечественной войны также трудился в исторической типографии. Свой подвиг гвардии старший сержант Москвин вместе с боевой группой разведроты совершил при формировании Одера в победном 1945 году.